МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И смотрите сегодня. Деньги на первенца. Кому положено новое пособие после рождения ребенка? Не зная броду, где в Чебоксарах можно будет безопасно окунуться в крещение? Мороз и солнце. Какая погода ждет жителей Чуваши в предстоящие выходные? С января 2018 года родителям начинают выплачивать новое ежемесячное пособие на первого ребенка. Расширенные возможности материнского капитала, который получают семьи при рождении второго ребенка. Эти меры социальной поддержки инициировал президент России Владимир Путин в конце прошлого года. Кто может получить пособие и что для этого нужно сделать, рассказали представители Министерства труда Республики и отделения Пенсионного фонда Чуваши. Счастливые родители, у которых в этом году уже родился или родится первенец, получат поддержку от государства в виде ежемесячного пособия. Это касается и усыновленных детей. Деньги в размере прожиточного минимума будут выплачиваться, пока ребенку не исполнится полтора года. Размер детских пособий в республике составит 8910 рублей. Мы планируем то, что примерно будут его получать около 4500 семей. Выплаты носят адресный характер. Получать их будут семьи, где средний доход на одного человека не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. Если взять конкретные расчеты, то доход на одного члена семьи не должен превышать 13 995 рублей. После рождения второго ребенка в семье государство, как и раньше, предоставляет материнский капитал. С этого года расширены возможности по его использованию. Снят трехлетний мораторий. Теперь можно направить средства на оплату дошкольного образования детей сразу после рождения второго ребенка. Еще очень важный момент. Семьи, где средний доход на одного человека, опять же, не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, при желании на базе сертификата могут получать ежемесячное пособие. Первоначально мы считаем, где-то две трети семей, в которых рождаются вот эти дети, будут претендовать на получение ежемесячной выплаты. Порядка 150 миллионов, по нашим прогнозам, будут за счет материнского капитала поддержаны именно эти семьи. В целом мы на 2018 год предусмотрели 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Там включая, значит, улучшение жилищных условий, образование детьми, получение образования детьми. Федеральная программа материнского капитала продлена до конца 2021 года. В республике действуют и другие меры социальной поддержки. Это республиканский материнский капитал на третьего ребенка, предоставление земельных участков для многодетных семей, ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Капитальный ремонт в республиканской детской больнице идет третий месяц. Напомним, что на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей президент страны Владимир Путин поручил выделить регионам 30 миллиардов рублей из федерального бюджета на ремонт детских лечебных учреждений. Ремонтируют все три этажа. Уже видны результаты масштабной работы заказчиков и строителей. Сейчас рабочие штукатурят и красят стены. На сегодняшний момент выполнены все основные наружные работы. Была проведена очень огромная работа по подведению и обновлению коммуникации, которая находится на цокольном и подвальном этажах этого здания. И сейчас практически можно сказать, что основные работы отделочные выполнены на 50%. Основные работы системы электроснабжения тоже близки к завершению. Осталось установить светильники, розетки и выключатели. С водоснабжением и канализацией рабочим придется еще повозиться. Здесь пока выполнена только половина всех работ. Нужно еще подключиться к магистральным линиям. Подрядчик вопрос хороший, порядочный. И по тем графикам, которые мы определили, идут ремонтные работы. Ну и, конечно, когда все это завершится, наши детки будут в совершенно хороших новых условиях, комфортных условиях. Ну и надо здесь сказать слово благодарности президенту России за выделенные финансы средства, с поддержкой главы республики, с поддержкой полномоченного представителя, привозков федерального оборудования Михаила Бабича. И наша мечта привести и создать комфортные условия пребывания для наших детей у нас в облачете. Напомним, что несколько лет назад здесь прошла масштабная модернизация операционного блока. Настало время обновить поликлинику. Ежедневно на консультации в ведущую детскую клинику приезжают сотни маленьких пациентов. И им необходимо создать комфортные условия. Ремонт данного объекта осуществляется в рамках средств, поступивших из резервного фонда президента Российской Федерации. Объект находится под пристальным вниманием и полномочного представительства в привозном федеральном округе, администрации президента, ну и, соответственно, со стороны заказчика Министерства здравоохранения осуществляется постоянный контроль по ремонту морозов. К середине марта все работы должны быть завершены. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Не секрет, что выходя из детского дома в самостоятельное плавание, воспитанники интернатских учреждений сталкиваются с большим количеством трудностей, начиная от чисто бытовых вопросов и заканчивая проблемами трудоустройства. Поддержка взрослого человека жизненным опытом в таких случаях бесценна. Благотворительный фонд «Это чудо» начинает в Чувашии проект «Мой новый друг». Его задача – помочь воспитанникам интернатных учреждений найти взрослых друзей. Что потребуется от наставника, по каким критериям будут выбирать их ребята, как могут посодействовать педагоги и психологи сопровождающих центров, эти другие вопросы обсудили сегодня за круглым столом. В числе участников проекта «Мой новый друг» и национальное телевидение Чувашия. Задача проекта, который, кстати, реализуется на грантовые средства президента России – сформировать как можно больше дуэтов ребенок-взрослый. Оговоримся, речь идет не о спонсорской помощи и не об осуновлении, а о том, чтобы молодому человеку было к кому обратиться за советом. Это человек, который, в общем-то, научит ему, покажет ему мир в тех красках, которых он видит сам. Вот как-то так даже мне хочется это предоставить. Он покажет, как он взаимодействует с внешним миром, путем, скажем, приготовления кулинарных блюд. Вот мы сегодня на круглом столе обсуждали. Он, может быть, научит его каким-то видом спорта. Вот сама я, например, увлекаюсь горными лыжами. И у меня вот возникла идея, что если я стану наставником, то есть я буду искать себе ребенка более спортивного, тому, кому я, скажем, могла бы научить кататься. Потому что это очень интересный вид спорта. В прошлом году благотворительный фонд «Это чудо» реализовал проект наставничества в Кирове. В этом году в виде анкеты воспитанников Чебоксарского, Шумерлинского и Порецкого детских домов будут размещаться в эфире национального телевидения «Чувашия». Кроме того, у проекта на днях появится свой сайт. Людям, которые готовы помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни, надо обратиться в благотворительный фонд «Это чудо». Программы из цикла «Мой новый друг» начнут выходить в эфир национального телевидения «Чувашия» с 21 января. Школьный автобус столкнулся с автомобилем «КамАЗ» сегодня утром в Канажском районе. Обошлось без жертв, однако следственный комитет начал проверку. Утром 12 января в Канажском районе на 55-м километре автодороги Цивильск-Ульянов школьный автобус «ПАЗ», в котором находились водитель, педагог и четверо учащихся Караклинской общеобразовательной школы при выезде со второстепенной дороги из деревни Воронцовка, где проживают указанные ребята, столкнулся с неустановленным грузовиком. Со слов очевидцев, это был автомобиль «КамАЗ», который до приезда сотрудников полиции покинул место дорожно-транспортного происшествия. Дети и сопровождающий педагог были доставлены в медучреждение, никаких телесных повреждений у них не обнаружено. В связи с указанными обстоятельствами, Канарским районным следственным отделом следственного комитета организована и проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, водитель школьного автобуса не уступил дорогу транспортному средству, следовавшему по главной дороге и имевшему преимущество. Работники российской прокуратуры отмечают профессиональный праздник. Сегодня этому ведомству исполнилось 296 лет. Торжественное собрание прошло и в Чувашии. С праздником прокуроров поздравил глава республики. Их ключевая задача – обеспечивать верховенство закона. Они защищают права детей, помогают снижать административные барьеры для бизнеса, борются с коррупционерами. За год в ведомстве рассматривают десятки тысяч обращений. Сегодня прокуратура – государственный орган, координирующий работу всей правоохранительной системы по борьбе с преступностью, с проявлениями коррупции, обеспечивающий защиту прав и законных интересов орган, граждан и субъекту предпринимательской деятельности. Это ведомство, куда каждый человек может обращаться практически на сегодня в любое время, за правовой помощью. Более подробные итоги работы за прошлый год Василий Пословский обещает подвести на ближайшие коллегии ведомства. Но уже сейчас, отмечая и тон, можно сказать, что в прокуратуре сформировалась команда, работающая на результат. На протяжении почти трех веков служат люди, для которых верховенство закона, справедливости, укрепление законности и правопорядка, защита прав человека, государственных интересов является главной целью профессиональной деятельности. Михаил Игнатьев отметил, что с республиканской прокуратурой в правительстве взаимодействуют эффективно. Это приносит ощутимые плоды. Уверен, что эффективное взаимодействие органов власти с прокуратурой и в дальнейшем будет способствовать обеспечению правовой стабильности, развитию реального сектора экономики, повышению уровня и качества жизни населения на территории нашей родной республики. Лучшим работникам прокуратуры вручили благодарности, почетные грамоты и памятные знаки за верность выбранному делу. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаммедов, Республика. В 2017 году учредили нагрудный знак Министерства культуры Чувашии. Его первых обладателей чествовали сегодня в Театре оперы и балета. Там же деятели культуры и искусства подвели итоги прошедшего года. Служители Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев и Вера Кузьмина – первые обладатели свежеучрежденного нагрудного знака. Это республиканская награда за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства республики. Благодарю за эту награду и надеюсь, что Чувашский театр также будет верно служить своему зрителю, своему чувашскому народу. Не остается без внимания духовные и культурные традиции республики. За вклад в их развитие нагрудный знак вручили митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому в Арнаве. Будущее нашей республики, наших народов, которые проживают, как вы услышали, более 128 национальностей, именно в руках деятелей культуры и искусства. Ваш талант, ваши способности, ваша энергетика дает нам силу открывать дорогу в будущее. 2017 год достойно завершен. Отремонтировали 31 сельский клуб, модернизировали 25 сельских домов культуры. В 2018 году на эти же цели направят 39 миллионов рублей. Каком бы видом искусства вы не занимались, это направлено на будущее, направлено на то, что мы любили семью, родину, Чувашию. У коллективов плотный график и грандиозные творческие замыслы на Новый год. Вот руководитель ансамбля «Эреветь» буквально только что получил приглашение на программу «Играй гармонь». Мы планируем в апреле месяце поехать на всероссийские мероприятия в город Борщи, Сочи. В июле месяце мы собираемся на передачу «Играй гармонь». Это будет международный конкурс «Город Новосибирск». 2018 год будет богат на культурные мероприятия республиканского и федерального уровней. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. 19 января православные отметят Крещение Господне. По традиции в Крещенскую ночь люди устремятся к купелям, которые оборудуют по всей республике. Где и как можно будет приобщиться к таинству крещения в Чебоксарах, рассказывает Юлия Важенина. Набережная у Свято-Троицкого мужского монастыря – традиционное место купания на Крещение. Вот только в этом году толщина льда не дотягивает до безопасной. Решение есть нарастить ледяной слой. «Все купели будут установлены в соответствии с соблюдением необходимых требований безопасности. Толщина льда в этом году в районе купелей составляет около 20 сантиметров. Поэтому мы принимаем меры для того, чтобы нарастить толщину льда. Сегодня начинаем заливку насосами, специальными насосами и помпами. Будем доводить толщину до 30 сантиметров, где-то минимальную толщину, чтобы была устойчивость для выдержки нагрузки людей». Переодеться можно будет в специально оборудованных кабинках. Здесь обещают поставить скамейки, урны для мусора, биотуалеты. Территорию будут освещать три прожектора. А погреться все желающие смогут в двух специальных палатках с тепловыми пушками. «Купели у нас стандартные. Мы их ежегодно проводим в ревизию. Вся деревянная конструкция обновлена. Подходы к купелям будут изготовлены новые трапы. Определены места для стоянки спецмашин МЧС, ГИМС, поисково-спасательную службу, также для транспорта станции скорой медицинской помощи». Во избежание несчастных случаев, поисково-спасательная служба будет круглосуточно дежурить по всей республике. «Практически все оборудование у нас готово для обслуживания тот день при несчастных случаях. Но есть случаи, когда люди еще самостоятельно прорубают проруби и там купаются. И мы такие тоже пресекаем. Тот день будем дежурить, особенно по реке Волга, Сура». Считается, что святая вода помогает не только очиститься духовно, но и способствует излечению от многих заболеваний. Поэтому большинство верующих стараются искупаться в проруби именно на крещение. Однако в нашей климатической зоне нужно быть очень осторожным. Намного легче заплыв дается тем, кто практикует закаливание. «Вот видите, как хорошо. Не мерзнем, ничего, не болеем, занимаемся спортом». Всем остальным неплохо проконсультироваться со специалистами, прежде чем лезть в прорубь. Не стоит этого делать людям с хроническими заболеваниями. Им, а также маленьким детям и пожилым достаточно просто умыться святой водой из Ордани. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Но несмотря на необычайно теплый первый месяц зимы, крещенским морозом все-таки быть. Сегодня в Чувашии началась первая волна похолодания, сообщают синоптики. Утром 12 января в некоторых районах республики столбики термометра опустились ниже минус 15 градусов. Уже предстоящей ночью ожидается до 24 градусов мороза, а местами в северо-восточных районах республики может быть и до минус 28. Днем в субботу сохранится холодная погода. Температура воздуха в течение дня будет составлять от 15 до 20 градусов мороза. Однако уже в воскресенье, 14 января термометры покажут от 6 до 8 градусов. Вторая волна похолодания начнется 18 января. Температура снова опустится до минус 20. Завтра, 13 января, в нашей стране отмечается День российской печати. Он приурочен к выходу в Москве первого номера первой российской печатной газеты «Ведомости» в 1703 году. Потря на такое официальное название, празднуют его не только журналисты, печатных изданий, но и телерадиокомпании, а также сетевых СМИ. По данным управления Роскомнадзора, на данный момент в Чувашии зарегистрировано 157 средств массовой информации. Среди них 122 периодических печатных изданий, 12 телеканалов, 18 радиоканалов, 2 информационных агентства. В Москве подвели итоги конкурса экологической журналистики «Серебряный стриж России. Начни с дома своего». Среди победителей радиопрограммы «НТРК Чувашии» – «Экоминутка». В номинации «Экологическое расследование» жюри оценило работу наших коллег – руководителя проекта Надежды Андреевой, юного автора и ведущего программы Ильи Андреевой и звукорежиссера Вадима Андреева. Всего на конкурс поступило около 700 заявок. Работа журналистов нашей телерадиокомпании была посвящена проблеме опасного мусора, в частности сбору использованных батареек. Таким стал последний рабочий день этой недели. Я с вами прощаюсь, а сразу после нашего выпуска в эфир выйдет программа «По существу». В гостудии министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов. Речь пойдет о развитии авиаперевозок и о продолжении программы «Безопасные и качественные дороги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова